Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Меня волнует вопрос по поводу моей профессиональной пригодности как психолога-педагога. Стоит ли вообще начинать работать в своей специальности? У меня был период жизни, когда были проблемы в семье. Я забросил учебу, а потом экстерном сдавала предметы. После этого защитилась и закончила обучение. Но из-за постоянных сомнений в самой себе и вообще в своей компетентности после где-то полгода поиска работы я прекратил какие-либо попытки что-то делать. Стала помогать семье, где меня полностью обеспечивали мои родители. И вот прошло уже три года с момента окончания университета, я нигде не работаю. Меня тяготит, но все до сих пор стяжи на родительской шее. Хотел начать работать в этой же сфере, даже как-то в 21-м году переквалифицировалась на арт-терапевта. Но опять же из-за страха или сомнений делала лишалки и попытки, а после неудачи сразу бросал. Я не знаю, с чего мне начать, где получить практику и наработать опыт, как заключить договор на практику. И привыкли меня вообще какая-либо организация, где искать. Но также сомневаюсь, стоит ли начинать, так как знания, которые, возможно, у меня, может быть, и были, мне кажется, полностью улетучились. Ощущая себя буквально как маленький потерявшийся ребенок в ТЦА. Вот. Не знаю, куда идти и что делать. Ну, давайте мы с вами для начала как-то заориентируемся в контексте того, какая у вас вообще цель. Ну вот вы педагог-психолог. Специально. Какое направление у вас по специальностям? Арт-терапия получается. Хорошо. Давайте ответим на вопрос, почему. Почему именно арт-терапия? Почему психология? Ну, то есть, почему вы выбрали психологию? Не в том смысле, что вам не нужно. А в том смысле, ну, как вы перешлите к тому, чтобы ее выбрать. На что вы опирались. И опираетесь. Вот. Дальше. Следующий момент, о котором я хотел бы сказать, касается о вашей ситуации с чувством вины, с повышенными требованиями к себе и страхом ошибки. Эти моменты, а также, как мне кажется, ну, скажем так, не сепарированы с людьми родителями. Вот эти моменты, которые я озвучил, они являются, я бы сказал, блоками. Для того, чтобы вы консультировали людей. Там еще проблема достаточно серьезная, нравится, раз, они будут мешать вам. Работать с людьми. Вот. необходимо пройти личностную терапию, как вам сказал мой коллега. Разобраться в себе. А дальше уже работают. А что касается практики, то вы можете нарабатывать практику на сайте. Вот. И консультировать вы, в общем и целом, в частном порядке. Вот. Но для начала нужно выбрать направление, в котором вы хотите работать. И, как бы, ну, группу людей, в котором вы хотите работать. Можно присоединиться к сообществу психологов. В социальных сетях эта история есть. И поспрашивать там. По-посвещать различные встречи для начинающих психологов. Выбрать себе супервизора, который на первых порах будет вам помогать. Ну, и периодически супервизию проходить. Если вам, ну, как бы, вот, да, необходимо заниматься качеством. Тем, что вы делаете. Как-то так, я думаю. Услуги супервизии оказывают многие. Вот. Выбирайте, смотрите. И, вот, пожалуй, движущая эта сила заключается в том, чтобы стараться реализовать то, что у вас есть. То есть, стараться реализовать ту потенцию, которая у вас есть. Сейчас вам это сделать мешает, в общем-то, вашей стройке, чувствуя не перед родителем. А также, повторюсь, определенная выгода от того, что вы делаете. То есть, вот это состояние, в котором вы сейчас находитесь. Попробуйте посмотреть на нее с точки зрения того, что я получал. Вот, что я получаю от того, что нахожился в данном состоянии. Что я от этого получал. Что я имею ввиду с этого. Да? Попробуйте. Попробуйте вот на это обратить внимание. Работать со вторичным выгодом. Ну, и проработка от ваших, ваших, так сказать, сложностей, которые я озвучил. Потому что, например, чувство вины перед родителями, да, это и означает, что они, родители, в смысле, нарушали ваши личные границы. Ну, и нарушают ваши личные границы. Судя по, потому что я могу видеть. Судя по тому, что я, ну, судя по тому, что выописывает. Вот, как-то так. Какой-то вот такой момент. Какой-то такой аспект. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. полный мотвейд позволит вам начать над собой работу. Я вам желаю, вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она, в смысле, помощь пригодится. Продолжение следует...